Завтра состоится субботник в Макеевке. Я читала, что ты будешь подметать улицы, это правда? Можем ли мы с друзьями к тебе присоединиться и помочь такой хрупкой девушке? Да, завтра у нас действительно будет субботник в Макеевке на родине моего продюсера Теофея, который нас всех собрал и пригласил. И я с удовольствием всегда соглашаюсь, потому что я была в мае месяце в этом городе и не знала, насколько мне нужна моя поддержка, насколько хочется показать просто даже пример, что мы должны, если где-то власть не замечает что-то, мы должны сами. Потому что если хочешь сделать что-то хорошее, сделай сам. Поэтому, конечно, с удовольствием ждем вас всех. Берите друзей, бабушек, дедушек, мам, пап, деток и просто приходите с нами. Я думаю, что мы не просто поработаем, а проведем хорошо время. Я с удовольствием даже спою своих новых песен и старых, и мы просто проведем хорошо время. А уже определили фронт работы? Чем конкретно заниматься? Я не приделаю. Лопату дадут, буду копать. Я это умею делать с удовольствием. И я открыта к любой работе садить, убирать мусор. Будем показывать пример. То есть люди тоже общались и делали много субботников, проводили я в своем родном городе. Поэтому с удовольствием ждем всех. Задает вопрос Лариса. Скажите, недавно вы спускались в шахту. Какие еще экстремальные поступки вы совершали в жизни? С парашютом, например, прыгали? И вообще по жизни вы человек рисковый? На самом деле даже с парашютом я прыгнула. 4-200 метров высота. Было страшно, но я считаю, что каждый должен сделать такой поступок, потому что он как-то вдохновляет, он бодрит. То есть первый месяц ты каждый день только разговариваешь о том, что ты прыгнул и как это было. Мне подарил этот прыжок известный наш композитор Руслан Квинта, который писал хиты для Сафира Таро, для Баскова. И вот он меня туда затянул, я с удовольствием прыгнула. И сейчас подумываю, я бы с удовольствием вместе соберу компания, друзей, чтобы было веселее всем на месте прыгнуть, покрыть, а это мне было весело. Продолжение этого же вопроса. Какие экстремальные поступки еще хотели бы совершить? Экстремальные поступки? Вообще, как человек я очень рисковый вообще по жизни. То есть я люблю рисковать в каких-то поступках просто. Я очень резкая в принятии решения, что я заметила за последний момент. И это на самом деле какой-то экстрим, потому что многие мои друзья, они просто удивляются, говорят, ну как ты можешь так вот так вот, вот так вот, с людьми. Говорит, я об этом подождала, я как-то услышала. Говорит, а ты просто, просто рубишь с плеча. И я понимаю, что какая-то антуиция моя подсказывает, что она всегда к лучшему. А если говорить про физические поступки, то, ну конечно, я считаю, что не имею права, потому что слишком большая команда, много людей подвязана под мою деятельность, да. И все хотят, чтобы я была живая, здоровая. Поэтому, конечно, к сожалению, я не могу себе сейчас позволить это делать. Задает наш читатель вопрос под ником Зунтик. На КП читала, что ты в Америке работаешь с продюсерской компанией и известным продюсером Рэнди Джексоном. Как тебе работаете с ними? Мне безумно нравится с ЖК работать, с Тимофеем Нагорным, да, который, в принципе, является главным человеком в этом всем, который заварил эту кашу, которая называется для меня Америка, потому что я считаю, что он, наверное, один из самых рисковых и нереальных продюсеров отправить после успеха на Евровидение свою артистку просто учиться записывать альбом и потерять деньги в своей стране, и закрепить эту популярность. И я ему за это очень сильно благодарна, потому что он очень верит в меня. Я думаю, что это донецкий характер, конечно, он присутствует в нем. И я всегда с большей радостью приезжаю в ваш город. И с Рэнди, конечно же, приятно, потому что он все-таки большая личность, он известнейший музыкант, в первую очередь. И он сейчас является музыкальным продюсером, потому что у моего альбома он как бы все фотосессии, он все контролирует. То есть он реально продюсер, который, как у нас любят обсуждать эту тему, вот там всякие наши телеканалы, это мне только зубит. Только звонят и докладывают, насколько действительно Тимофей Нагорный мой продюсер, и Рэнди Джаксон продюсер, и компания GK Music Group, с тем, который работает, я просто счастливая и enjoy it a lot. Продолжение этого же вопроса. У тебя есть уже опыт работы у нас с продюсерами, есть ли различия в работе и подходе к артисту? Продолжаешь ли ты работать с Тимофеем Нагорным, я уже ответила, и в каких-то с ним отношениях часто ли он тебя навещает там? Тимофей, к сожалению, очень редко навещает. Он за последние 9 месяцев он так и не приехал ко мне, к сожалению. Я один раз приезжала за это время. У него много работы в Украине, и благотворительность, и свои социальные проекты, и фонд, я волонтер, да, волонтеров Украины. Он, конечно, занимает это все много-много времени. Я думаю, что летом, дай бог, он прилетит, навестит меня. Отличия между продюсерами? Я могу сказать, что очень такой, наверное, больной вопрос, и где-то, наверное, один из самых сложных, потому что, конечно, отличия есть. Разная культура, менталитет, она, конечно, очень сильно отличается. Поэтому всегда говорится, что ты хочешь быть популярным в какой-то стране, ты должен жить. Не только потому, что ты хочешь изучить этот язык, а все-таки попитаться этим воздухом страны, да, поведением людей, реакцией на шутки. Мы разные все. И я могу сказать, что мне и там, и там удобно. То есть я вообще такая рыба, и у меня есть так зряк рыба. То есть я очень быстро. Вот куда запустила, главное, в свою воду. Я и поплывала. Следующий вопрос тоже большой. Смотрю, ты часто посещаешь красные дорожки разных американских мероприятий, Золотой Глобус, Стэн Ти Ви. Расскажи о своих впечатлениях от них. Видела ли Мадонну, Анджелину Джоли или еще кого-то? И Мадонну я видела, и Анджелину Джоли видела, и Найдали Портман, и Брэда Пита. Ой, можно долго их перечислять. И на самом деле очень приятные все. У них энергия какая-то настолько... Вот видишь прям, насколько они сбалансированы духовно, да? Потому что быть звездой, это не просто быть красивым и даже талантливым. Это такой большой труд над собой, как над личностью, чтобы ты мог сыграть там, да, как они, актеры, сыграть любую роль. И мы верили в это. И когда ты в гармонии с собой, ты можешь играть самые сложные роли, петь самые сложные песни. И, конечно, это немножко отличается от наших звезд. Вот что прям совсем меня удивило за этот приезд. Все какие-то то ли обозленные, я не знаю, но прям контраст, что я вот так вот, господи, почему? И вот я только позавчера была в Москве, я была на тоже большой церемонии награждения, то есть все звезды были, которые только возможны. И ты прямо это все чувствуешь, насколько все по-разному, насколько разная энергетика, да? И мне бы хотелось, чтобы, конечно, вот эта простота, которая есть все-таки у голливудских звезд, она, ну, как-то вот наши звезды не только передирали внешне, да, хотели быть похожи, я бы, наверное, даже сказала, что лучше бы они перебирали вот это поведение и внутреннее поведение, как они себя ведут. Мадонна, на самом деле, очень, она прям, она очень маленького роста, как Натали Портман, они прям крохи-крохи, я себя почувствую, я маленькая, я почувствовала себе там, вау, вот такие маленькие, ну, то есть они прям совсем мини-мини, и совершенно спокойные, очень деликатные, то есть даже если они не хотят фотографироваться, или там кто-то что-то подходит, они подожду, пропустят, то есть все очень большое уважение другу, если у нас валят, то там, конечно, уважение чувствуется. Вы их только видели, или вам удалось пообщаться с ним? Джеран Батлера мне прям довело, пришлось с ним пообщаться. Честно, как-то я знаю, насколько, ну, по себе, да, когда ты приходишь отдохнуть, или ты где-то на каком-то мероприятии, я знаю, насколько иногда мне, то есть неудобно, когда ты там общаешься со своими друзьями, да, и тут кто-то начинает подходить, начинаете что-то расспрашивать. Поэтому из-за какой-то корректности, из уважения, ну, ты же не пойдешь просто знакомиться, и там, эй, давай поговорим. Еще с одним актером, он прям сам ко мне подошел на Golden Globe, ему очень понравилось в мое платье, он давай меня расспрашивать, и рассказывать, что он начинает петь. Я забыла этого актера, он очень знаменитый. Не помнишь, Раник, у меня даже фотография была, я прям забыла его, или о чем там вообще. Но он знаменитый тоже актер, и он просто говорит, а откуда? Такая интересная, что вы здесь делаете? А где я поеду? То есть я тоже начинаю писать альбом, но я буду делать специально другое имя, чтобы не ассоциироваться, потому что актеры все начинают ругать, чтобы что-то начинаешь петь. Альбом на английском языке? Он, ну, конечно, он американец. Еще один вопрос задает эта же читательница. Как тебе солист группы Айра Смит? Я считала, что тебя с ним познакомили. Да. Стив Тайлор. Ой, мне он очень нравится с детства. Еще группа Айра Смит, я думаю, что не просто так спела я песню The One of My Stain. И когда я впервые познакомилась с Рэнди, я копильно пела песню The One of My Stain. Я даже не догадывалась, что он с ним вообще сидит в жюри Американ Попайдал. Он, что больше всего приятно удивило, то, что он узнал, что из Украины он начал рассказывать, что у него прадедушка украинец, и он рассказывает, думаешь, почему я такой красивый. Ну, что, ведь славянские корни. Очень, очень позитивный дядька. Мик, появится ли в вашем репертуаре песня, посвященная Евро в 12, и за кого, кроме Украины, будете болеть? Совершенно. И с этим переездом я как-то потеряла вообще коннект с украинским телевидением, с песнями и с футболом. Я знаю, что, конечно, вся страна готовится. Это видно и по Киеву, и по Донецку. И, к сожалению, я думаю, что я... Ну, там уже, говорят, 700 песен написано. Я думаю, что... Ну, я как-то не на это ставку делаю. Если бы я почувствовала, что это нужно, я бы и обязательно писала. А так, совершенно спокойно к этому отношусь. И, то есть, явно не успею даже, если бы захотела. Прямо сейчас, милый, вдохновенный Донецк. Есть вопрос от Анастасии, немножко такого вот личного характера. Не захотите, можете не отвечать. Мит, какие у вас отношения с Андреем Чадовым? Поговаривают, что у вас роман, насколько всё серьёзно. Расскажи, как он тебе и какой он человек. Очень интересно. То есть, да, про Лёшу, Тяну, вот это... Ну, вот такие... Один из самых сейчас любимых вопросов. Всех девчонок изрисует, какой он в жизни. Как он такой ли, как на экране, как в жаре, как в девятой роте, да? Лёша замечательный человек просто. И чем больше я с ним общаюсь, тем больше нас с ним коннект. Мы с ним прям действительно очень на одной волне, как говорится. И даже одеваемся одинаково, не сговариваясь. Мы, ну что, всё до вечера, до вечера. Ты приходишь, ты реально понимаешь, что мы просто в одной и в одном стиле одеты даже. Вот настолько доходит. Это один из тех мужчин, который сохранил вот такую настоящую мужскую небель, такую русскую настояль... На самом деле сейчас как-то всё меньше и меньше таких мужчин, как в фильмах, да? Вот как на войне были. Которые, э-эй, пошли воевать, девушка. Я прям уже что ли отвыкла от этого. И Лёша, он меня прям впечатлял. Я всё время реагирую, как он общается на студии, там, с официантами, с режиссёрами. Это прям очень, очень всё так, вау, такие ещё есть. Вот этим, конечно, просто нереальная харизма. И вот сейчас мы записываем, записали уже дуэт, который называется «Свобода Лёша». Он не запел, он просто зачитал рэ. И сделал, на моё мнение, я думаю, что он всё-таки сделал это очень качественно. Как бы его ни ругали, потому что она сразу любит что? Сразу обсуждать. И эта песня просто для всей молодёжи, для всех свободных людей. И мы просто поём о том, что... Вот, свобода она, наверное, то, что каждый человек бережёт. Тем более, когда всё время такое, когда все хотят чего-то добиться, да? Все сильные, и все хотят быть свободными. Боятся влюбляться даже, потому что тебе кажется, что всё будет мешать. Даже я сочунула песню, которая вводит мой новый альбом. Именно об этом, что я не боюсь зависеть от какого-то человека, но в то же время у меня будет моё пространство, моя свобода. И все эти, как интересно, мне эти две песни даже по настроению как-то даже пересекаются. Вы планируете ещё какую-то совместную работу? Или вот эту песню зависеть? Ну, попробуем сейчас, да. Конечно, если люди будут требовать, если будут нравиться, то, конечно, мы будем... Я... Ну, Лёша, он мой друг уже, и у нас очень много общих друзей совместных. Поэтому это же какая-то компания нарисовалась. Ребят и людей, которых я прям полюбила, искренне. Просто я очень открытый человек вообще по жизни. Но запускать как друзей-друзей для меня уже, чтобы я прям полюбила и спрашивала, а как дела, у тебя всё хорошо, а как настроение? То есть я в какую-то маму превращаюсь за мужчину. Их это очень, на самом деле, где-то злит. Потому что говорят, что ты с нами как с детьми? Говорю, я не могу, мне хочется с вами что-то помочь, подрассказать. Вот. И какая-то такая отношение у нас сложилось. Поэтому я думаю, что с Лёшей у нас просто действительно что-то есть между нами очень особенное. Будете снимать клип на эту песню? Где и кто будет этим заниматься? Да, мы будем снимать клип в Лос-Анджелесе. Сейчас Лёша со своим графиком, потому что он сейчас плотно снимается. Завтра, кстати, мы у вас в песне увидимся опять на выходные, лечу к нему. И вот мы как раз её дообсудим, когда же он сможет прилететь. Потому что я уже, как говорю, возвращаюсь на базу свою, где я провожу больше всего времени. Потому что я тоже начинаю гастролировать по Америке. Большие интервью будем делать по радио. Что самое классное у них, это то, что можно на радио делать мини-концерты. И вот сейчас таким концертом мы будем ездить по всей Америке. Поэтому им нужно будет в свои графики. Это самое-самое сложное. Это когда расстояние, когда графики ещё разные. Это, конечно, немножко грустно. Вы упомянули уже о вашей поездке в Китай. Есть такой вопрос. На каком-то сайте читала, что недавно вы были в Китае. Расскажите, почему вы там были, поработали или отдыхали. И может, у вас в планах есть покорить Китай? Да. На самом деле Китай мне очень понравился. Спонтанно всё-таки получилось. Потому что мы в последние дни открывали визу в Лос-Анджелесе. Я в Майами уезжала. Мы паспорта мои передавали в Лос-Анджелес курьерской доставке. Потом мне обратно. Я думала о чемодане, потому что не понимала. Я лечу сразу домой или я лечу в Китай. То есть это было очень смешно. Мы шли там с моим менеджером. У нас было 4 чемодана и 2 просто. Потому что мы не понимали, я еду дальше или нет. Когда я приехала, меня Китай впечатлил тем, что, конечно, своим населением Пекин. И своим... То есть у меня было всё как экзотика. И сразу мы познакомились с режиссёром шоу. И я снялась даже, как Мика Ньютон, как певица. И сейчас они потребовали ещё 2 песни, чтобы они взялись как с саундтреками. Поэтому для нас это очень хороший старт. И сейчас уже 2 компании ведут переговоры о том, предлагают свои контракты. И вот это, конечно, до конца этого года, могу сказать вам честно, налетаюсь я просто нереально много. Потому что за этот месяц, если намотать все мои километры, это только Майами... Лос-Анджелес-Майами 6 часов. Майами-Лос-Анджелес обратно 6. Потом 12 в Пекин. Потом 8 в Москву. Потом я ещё с Москвы в Киев. Потом я уже 2 раза в Москву летала. В Донецк. То есть реально... Вот я говорю, всё хорошо. Но если бы ещё так, как говорят, Америка была поближе, чтобы не такие расстояния длительные. Такой вопрос. За кого будете болеть на Евровидении 2012? Как вы думаете, есть ли шанс победить у бурановских бабушек? Ой, сложный вопрос для меня, потому что совершенно не видела бабушек. То есть я их видела только на фотографии. И не слышала никого. Я слышала только нашу Гайтану, потому что было интересно. И услышала краем уха с этим скандалом, конечно, потому что все меня сразу начали спрашивать вопросы журналистов в социальных сетях, как вы относитесь. Конечно, я всегда поддержу Украину, потому что я знаю, насколько важна участник и представитель нашей страны. Просто поддержка и приятные слова. Поэтому я хочу пожелать нашей участнице Гайтану, конечно же, России в ближайшей стране успехов на конкурсе. И думаю, что наши страны, как всегда, поддержат друг друга, наши фанаты. И вот с удовольствием буду смотреть. Конечно, я буду в Лос-Анджелесе, но обязательно найду русского. У кого есть русские каналы, у нас есть такие фанаты, которые просто где бы они ни были, не покупают эти каналы, русские смотрят. Ну и, конечно, чё русские? Я думаю, что найдём европейский канал и всё-таки в этом году. Кстати, это же Гарри, по-моему, Америка впервые будет транслировать Евровидение. Задают вопрос Александр. Скажите, как по-вашему, есть ли шанс стать настоящей звездой у участников современных талант-шоу? Ведь сколько талантливых ребят, мелькнув единожды, исчезают в никуда. Например, Александр Кривошапка. Как он пел на «Х-факторе», столько людей стали его поклонниками, а в итоге у него даже ничего не получилось. Знаете, что-то мне фамилия Кривошапка за последнее интервью очень часто преследует. Я, насколько я ни разу не слышала никакой песни, он, по-моему, так и не снял никакого клипа. То есть песни своего хита он не создал, насколько я знаю. Наверное, это самая большая проблема артистов и всех ребят, которые участвуют в подобных шоу. Потому что мое мнение, что участвовать нужно всегда. Я прошла более 30 конкурсов, да. И чтобы подписать свой первый контракт в жизни, мне нужно было победить. То есть я выиграла Черноморские игры и встретила продюсера. И нужно проигрывать, чтобы становиться сильнее, потому что только сильный человек, проиграв, захочет развиваться дальше, и он действительно будет на вершине. Потому что быть хорошим артистом и просто певцом, который может петь все 5 октав, ну толку, что я могу петь 5 октав, Это не означает, что я их должна в каждой песне показывать, и все должны просто с ума сходить от этих высоких нот, потом от низких. И я просто показываю, какая они крута, классная. К сожалению, артисты очень большие эгоисты, и им хочется это все показать сразу. Люди устают, они хотят прийти в караоке и просто спеть эту песню. И это касается Америки и любой страны. Люди не могут спеть твою песню лишь потому, что они просто не вытянут ее. Поэтому такой маленький секрет, почему очень много больших певцов делают более павсовые песни, чтобы людям было более доступно. А когда они приходят на концерт, вот тогда уже на сольный, тогда ты уже показываешь все, что ты можешь. Тогда ты делаешь все для того, чтобы люди, которые пришли, они не просто наслаждались твоими хитами, которые, как говорят, у нас два прихлопа, а еще наслаждались музыкой. Это уже зависит от уровня артиста. Поэтому всем молодым ребятам мне хочется сказать, что возможно все, и участвовать нужно, показывать, но нужно быть бойцом внутри. Нужно вырабатывать этот стержень, который будет показывать. Это как на Евровидении. Самый большой у меня вопрос был, как за три минуты показать все, что я могу. Вот как, не бояться. И это внутренняя работа над собой, как ты распределишь, как ты хочешь, насколько ты хочешь отдать, сколько ты можешь отдать. И эта репетиция, как мой один знаменитый актер, у хорошего моего друга, он сказал, он говорит, самая лучшая репетиция, это не просто постоянно орать и петь, или играть там перед зеркалом, а это когда ты закрываешь глаза и про себя полностью все репетируешь в голове, и как режиссер полностью видишь, как ты это сделаешь. Это самая сильная, большая репетиция, и она действительно работает, потому что ты не тратишь свою энергию на когда ты прям репетируешь. И ты выходишь и просто вот так вот все выдаешь, берите. И когда ты видишь, что люди встают, как у меня было на Евровидении, у меня вот просто вот снизу до верха просто пошли мурашки. Знаете, было видно, у меня Толик, мой друг Залевский, знаменитый наш эквилибрист, и он просто говорит, а ты что так застеснялась? Я говорю, реально, честно, была в шоке, потому что он говорит, посмотри, сейчас съемку, ты будешь смеяться за себя, Толя, так встала? Я говорю, потому что, Толя, ты стоишь, и когда эти 30 тысяч, половина зала просто начинает вставать, и энергия вот так вот валит на тебя, и ты понимаешь, вот ради чего это все проходил, и все остальное, конечно, не важно, важна реакция публики. Вопрос от Антона. Оксана, я слышала, вы занимаетесь каратэ, а какой школы и чего сумели добиться? Другие виды единоборств не пробовали? Боже, слава Богу, что я не добилась никаких успехов, потому что мужчины так бедные от меня. А если бы я еще была успешна в каратэ, то просто я их так бомблю, понимаете? Еще если я начну физически на них давить, они бы этого не пережили. Я даже боксом стала заниматься в Лос-Анджелесе, мне прямо это нужно, я очень кайфую. От всех этих ударов у меня вся дурь выходит на моего тренера, он очень смеется, и он говорит, давай, давай! И он начинает меня злить, я начинаю смеяться, потому что это очень смешная картинка, там высоченный, такой темнокожен Коли, стоит, я говорю, давай, возьми и меня в голову мне бей, об свое колено. Я говорю, как я не могу? И начинаю смеяться. Конечно, мне просто моего доброго характера бы не хватило вот их всех лупить до конца. Даже в моем клипе, последнем Дон Дамми Даун, там очень смешная сцена, есть съемки, которые были за кадром, и эти две девочки, которые меня дубасили подушками, там перья идет, и я говорю, ну я подхожу, говорю, Настя, видите, я говорю, я не буду тебя сильно бить, говорю, давай просто попьемся вот так для кадра. Ну да-да, полыбались, все такие хорошие. И я же наивная, ну дура, ну по-другому не скажешь, я же со своей доброты души. Ну и я там стою, а на кровати-то вообще и так, а мы на каблуках, вот так уже было неудобно балансировать. И она начинает меня думать и так, что я сижу, и я просто падаю и начинаю ржать, потому что я понимаю, что как ты можешь вместиться, сказать, человек, я буду тебя просто бить, как бы, просто для кадра. И она меня просто, ну, со всей дурей, эти перья летят, ну, это было ужасно, я сам дедушка, мы через нос их глотали, у нас просто так слезы уже шли, реально, ну, очень неприятная сцена. Жиссер останавливает, он говорит, Мика говорит, Алло, ты будешь ее бить? И вдруг просыпается настоящая Мика, я думаю, ну девочка, я предупредила. Потом угорали вся съемочная группа, потому что я когда разозлилась, я ее начала бить так, что это было уже просто, ну, прям, прям очень смешно. Поэтому где-то я могу это показать, если меня реально разозлить, но вот такие спорты, он как бы не для меня. А закончили, я занималась каратэдо, да, когда мне было 10-11 лет, это мама мне сказала, что нет, у меня девочка. И даже сейчас, даже когда я боксом начала заниматься, даже, ну, дубасишь, у меня прям, у меня очень руки маленькие, и здесь прям были красные, я говорю, нормально, выходит девочка, петь, я говорю, в таком красивом платье, и руки все на ней отбитые. Такой вопрос. Оксана, скажите, почему вы взяли себе псевдоним Мика Ньютон? I love this question. Потому что, во-первых, хотелось как-то поменяться в первую очередь, это 100%. Мой продюсер Юль Фалеса просто случайно позвонил, сказал, слушай, я вот еду в поезде на кастроли, тогда еще Саня Лорак работал, и это мне просто, говорит, вот пришел этот псевдоним, как тебе? Да, то есть вот никаких сомнений, никаких споров, то есть обычно для человека принять, да, что-то новое, это сложно, я нет сразу, я прям совершенно не жалею. Поделитесь своим секретом красоты, как вы умудряетесь все время держаться в столь великолепной форме? Спасибо большое. На самом деле ни кури не пью, честно. Я очень редко могу попробовать вино, и то, если там, даже сегодня, вот я всегда, правда, всем отказываю, сегодня, вот вы будете вино, я говорю, я, конечно, нет. И тут приходит друг и говорит, ты что, это я был на выставке, в винной выставке в Италии, и тут начинается такая реклама, я говорю, ну ладно, я говорю, хотя бы чуть-чуть, то есть просто для нас, даже не настроение, потому что у меня сразу спать хочется после вина, мне просто из-за интереса, и это случилось у меня где-то в последний год, мне интересно попробовать хороший вино, хотя бы вкус, то есть я начинаю уже даже различать какие-то винограды, то есть привкусы, сухое вино сладкое, но я вообще не пью, вот меня увидят на день рождения, что я сижу там стакан за стаканом, то есть это вот прям всю жизнь так. И я считаю, что это один из успехов, и сигареты никогда не курила ни одного дня, и я не очень много заморачиваюсь над своей внешностью, правда, то есть я спорт, я считаю, что это здоровье, в первую очередь для себя, тебе нужно, чтобы не болеть, чтобы ты был крепким на сцене, чтобы выдерживать такие графики, природы, то есть ты должен быть здоровым. А у меня один крем для лица, то есть я совершенно не балую себя походами в спа, во-первых, времени нету, и чем проще ты относишься ко всему, тем проще в жизни себя и получается. Задает вопрос Люда. Не хотели бы вы поэкспериментировать с образом, например, перекраситься в брюнетку, добавить в макияж немного жесткости, как вы вообще относитесь к экспериментам? Я думаю, что если вы наберете в гугле Мика Ньютон, и наберете фото, вы увидите там, какую только вы меня на мне увидите, и с жестким макияжем, и легким, и черную, и рыжую, и белую, то есть я вот экстремал еще, спасибо моим волосам, которые это все выдерживают, потому что, ну мне кажется, каждая девушка должна пройти вот через какие-то такие глобальные цвета, поменяться, чтобы понять, принять себя, и я четко понимаю, что я все-таки блондинка, и мне комфортнее всего, и, то есть это я. Задает вопрос Антон. Мика, бывают ли по-вашему идеальные мужчины, и каким вы его видите? Нет, Антон. Что вам сказать, Антон? Такой, знаете, наболевший вопрос, который опять почему-то меня преследует, по-своему, все в интервью, я почему-то про идеального мужчину, мне задали вопрос, это, кстати, будет ответ и на это, говорит, вот что мужчина должен сделать такого? Я говорю, да он должен быть самим собой, то есть мне не надо ничего делать, говорю, мы должны, или мы совпадаем, или нет, конечно, потому что все отношения, это работа, то есть не знаю, должен быть какой-то клик, а потом это все нужно развивать, работать, понимать, говорит, а что он должен приготовить для вас? Я говорю, слушайте, если мужчина приготовит торт для меня, просто встанет на кухню приготовить, вот честно, я думаю, что это будет 90%, что в своей батьме, да, просто так вот продают за торт. Есть такое непонятное послание от Валерия. Мика, вы сегодня были у нас в колонии номер 124, поселка Лидиевка. Да. До 17. Спасибо, что вы приехали к нам и выступили, к нам редко кто приезжает, многие ребята до сих пор не могут поверить, что вы у нас были, спасибо, ждем в гости. Да, на самом деле, правда, я, мы были в Прилуках, у молодых ребят, которые, там, преступники, заразные вещи, они до 20 лет, там, сидят, и мне настолько это впечатлило, и я, когда приехала сюда, я говорю, слушай, Тимофей, я говорю, пускай это прозвучит странно, я говорю, ну, я что-то чувствую, что кроме детей, мне нужно еще поездить в тюрьму, он такой, не, как бы, конечно, потому что Тимофей, конечно, наверное, один из самых ярких человечков в моей жизни, да, который все-таки делает это не всегда, да, когда все, вот, все время камеры, без камер, то есть, да, мне, конечно, приятно, что написали, и сегодня я с большим удовольствием поехала, мы навестили ребят, и они действительно не верят, то есть, для них это, для меня это было, вот, ну, интересно, да, потому что кто-то убил, кто-то украл, кто-то просто так сидит, да, потому что сложились какие-то отношения, просто им подарить вот эту какую-то радость, вот, и они, если вы просто не представляете, насколько оценят, они нам подарили две огромнейших иконы, которые они сами сделали из дерева, из железа, то есть, они это все, ну, просто чудо, я выложу в Твиттере своем эти фотографии, чтобы ребята посмотрели, и они говорят, ведь, если не себе, подари, мы знаем, что ты к деткам, и здесь подарим детский дом, и вот одну мы оставим у нас в офисе, чтобы, на память, да, а их все-таки, как ни крути, это добрые сердца, если они сидят и делают именно иконы, да, что-то они, наверное, понимают, начали понимать, и мы никогда не знаем, пусть копаться в чужих жизнях очень сложно, а одну икону мы планируем передать в колонию, в другую колонию, там целая церковь, сейчас мы помогаем немного, и мы хотим, чтобы эта икона пошла в другую колонию, чтобы какая-то энергия добрая поделилась, мы поделились с собой. Задает вопрос Сашка, Мика, видел твои фотки в купальнике, пишут, что это фотошоп, это правда? Многие артистки раздеваются для мужских журналов, ты, насколько я знаю, такого не делала, нет желания, или не приглашаю? Поэтому, думаю, такой резонанс был в интернете, Мика Ньютон голая, причем, реально, не было времени, за последнее, очень, только с телефона, и оно не очень удобно в интернете лазить, и я узнала об этом, от моего папы, мой папа позвонил, и говорит, слушай, говорит, мать, ты что, стареешь? И говорит, что такое произошло? Говорит, тут голая, ты везде в интернете, говорит, все, это мигает, голая Мика Ньютон, я говорю, да ладно, я говорю, да, говорит, дайте в скайпе ссылку, он мне сбрасывает ссылку, там, силиконовая грудь, конечно, это очень смешно, мне, потому что, я за натуральность, у меня ничего сделанного нет, слава богу, и не планирую делать, и я понимаю, что, ну, наверное, кстати, да, для них это уже голая, потому что, мои фотографии вообще, там, у меня даже платья все время закрыты, чтобы кто-то меня увидел в купальнике, с этой, по-моему, из Майами фотографии, где мы просто отдохнули, и просто дурачились, я не знаю, никаких каких-то сексуальных моих фантазий в этом, чтобы показать свою фигуру, совершенно не было, просто отдохнулись, фотографировались, вот они как-то дошли до интернета, антифотографии. Следующий вопрос, вы такая трепетная и нежная, прямо ангеловоплотит, скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать такой образ и работу в жестких условиях шоу-бизнеса? Вы знаете, на самом деле, это, наверное, не образ, это какое-то состояние души, я совершенно, чем дальше, тем больше стараюсь балансировать со своим внутренним миром, и чего хочу пожелать каждому, потому что это и есть наша сила, потому что, когда мы понимаем, соединяем внешнее с внутренним, вот честно, можно преодолеть все, что угодно, и, конечно, нелегко, вот оно на виду все красиво, и Голливуд, и Лос-Анджелес, и с тем работают, и туда приехала, а на самом деле, как и всем нам, тоже есть сложные времена, тоже есть, грустишь, приходишь один в свою квартиру, никто тебя не ждет, и ты сидишь там, слава Богу, утро дома, и ты звонишь там, чтобы видеть свою племянницу, чтобы как-то развеселиться, есть свои плюсы, есть свои минусы, но когда ты любишь твое дело, чем ты занимаешься, то ты просто это делаешь с удовольствием, и образ, не образ, это я, и я только могу быть счастливой, если меня люди правильно воспринимают, мое творчество, меня как личности, если я могу чем-то поделиться, быть полезной этому миру, для этого я и здесь вообще. Наше время подходит уже к концу, последний вопрос, наверное, вот на ближайшее время планы, вы сказали, чтобы завтра улетать в Москву? Завтра улетаю в Москву, к своим друзьям, к самому, к очень большому другу, не будем называть имена, и конечно, с Лешей повидаться, и сейчас приехал наш знаменитый актер, Игорь Жижикин, который снимал с Эндианей Джонсом, очень большой мой друг, и мы в Лос-Анджелесе познакомились, когда увидели с Россией, я говорю, слушай, я тебя не воспринимаю, мне сейчас прям ностальгия, только пальмы не хватает. Конечно, повидаться с друзьями, два дня поработать, интервью еще будут, и в понедельник я уже летаю в Лос-Анджелес, сразу встречаемся с Рэнди, который уже просто не понимает, где я так долго. И завтра в Макеевке мы будем на субботнике, приходите, кто нас видит, обязательно, и я спою свои песни, просто от души, ну и в обед полечу. Субтитры сделал DimaTorzok